Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события из жизни проекта. Устала оправдываться на лобном месте Полина Малинина, доказывая, что была верной и любящей подругой темнокожему участнику телепроекта Дом 2 Давиду Данго. В социальных сетях она утверждает, что молодой человек вне камер поднял на нее руку, обвинил во всех грехах и сама Поля его бросила. Полина Малинина согласна слыть пьющей и гулящей, но закончила комедию своих отношений с Давидом. Если вспомнить, что пришла она на проект с историей пристрастия к горячительному, не упускала любой возможности хлебнуть ни сока и активно добивалась внимания хоть кого-то из парней на Доме 2, то оправдания девицы выглядят какими-то слабыми и неубедительными. Это Давид Данго еще долго продержался в отношениях с ней, считают зрители Дома 2. Или основная проблема заключается в том, что он сам к виноградным напиткам неравнодушен и компания парня пьющим девушкам, таким как Малинина, не по душе. Не только Саша Черно пострадала от новых правил, введенных в социальной сети Инстаграм, лишилась своего аккаунта Кристина Дерябина, Майя Донцова. Теперь жалуются Дарья Пынзер и Катя Скалон, что оказались в теневом бане и просит подписчиков не терять их из вида. Саша Черно благодарит бывших домовцев, откликнувшихся на ее просьбу помочь с раскруткой новой страницы, хотя не все из тех, к кому она обратилась, согласились. Дарья Пынзер явно поплатилась пока теневым баном, загив вместе с Ксюшей Бородиной, ведь некоторых из победителей конкурса, если верить слухам в сети, так и не смогли найти, то есть они оказались подставными фигурами. Если Пынзер как ведущая телепроекта Дом-2 еще имеет все шансы увеличить число тех, кто интересуется жизнью самой Даши и ее семьи, то у Кати Скалон без домовской тематики ситуация выглядит более печальной, хотя у нее всегда есть в запасе помощь Павла Бабича. Неужели начнут внимательно знакомиться с правилами сети бывшие участники Дома-2, или они, подобно Саше Черно, так и будут считать происходящее блокировки чем-то заказом? Или во всем виноваты менеджеры и заказчики рекламы, которые мешают развиваться успешным блогерам, иногда абсолютно безграмотным из числа выпускников Дома-2? Кристина Дерябина показала человека, ради которого бросила свою девушку Алену, теперь бывшая участница Дома-2 встречается с мужчиной. Судя по всему, Кристине надоели эксперименты и гомосексуальная жизнь, и она решила вернуться к привычному, хотя с Аленой она была больше года. Милена Безбородова отказалась возвращаться на проект, девушке предлагали вернуться на поляну, однако она ответила отказом. Организаторы были готовы взять обратно ее парня Сережу Захарьяша. Сейчас Сережа и Милена счастливы вместе за периметром. Недавно они отметили 7 месяцев с начала отношений. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость сайта шла. К богатым оказалось лето на переезды в новые квартиры бывших участников телепроекта Дом-2. Не успели в сети обсудить и осудить отделку квартиры семьи Дмитренко, обзор, выигранный романом Капаклы студии, как Настя Гулджина и Илья Ябарова, не утерпела и показала ремонт в квартире, хоть и обещала этого не делать до полного переезда. Два дня потратила Голд, чтобы и окрестности показать, и 20 собранных баулов вещей, явно еще запасенных с телепроекта Дом-2. Почему она нарушила свое обещание показать полностью готовый вариант жилья? Так Алена Савкина, отбывшая с семьей в Сочи, продолжает игнорировать все попытки Насти Голд высказаться на ее счет и на тему ребенка Рапунцель-младший от Ильи Ябарова. Приходится Насте подключаться к теме переездов, которая так популярна сейчас у домовских блогеров. На кого она ориентируется? На романа Капаклы с Мариной Африкантовой или на Ольгу Рапунцель? Как думаете? В сети давно гуляют слухи о наркозависимости бывшего Алены Ашмариной Ильи Григоренко. К слову, пару месяцев назад молодой человек неожиданно пропал, и теперь сама Алена разыскивает его вместе с полицией. Правда, в первую очередь для того, чтобы взыскать алименты на свою среднюю дочь. По последним данным, Илью увидели при церкви, куда он отправился на своего рода реабилитацию. К слову, как уверяет Аляна Устиненко, знакомая с Аленой еще по дому 2, в недуге Григоренко виновата его бывшая. Так именно, якобы Ашмарина баловалась запрещенными препаратами, и она же подсадила на них Илью. Вот только если сама все же одумалась и сейчас ведет трезвый образ жизни, для Григоренко все закончилось куда плачевнее. Стоит отметить, что в свое время зависимость немало подпортила жизнь самой Алене. Девушку с позором выставили с шоу «Каникулы в Мексике», где она вела себя неадекватно из-за того, что все время была под кайфом. Более того, тест на наркотики Ашмарина не смогла пройти и на телестройке, в конечном итоге оказавшись за воротами. Ни для кого не секрет, после съемок в Африке Ольга Бузова улетела в Белоруссию, там звезда занята в проекте X-Factor и снова в качестве ведущей. При этом в сети уже возмущаются, какую кругленькую сумму Оля получит на этот раз. Вот уже больше месяца в сети не утихают. Возмущение из-за гонорара Бузовой в театре МХАТ выяснилось, всего за два выхода на сцену и даже без репетиции Оля получила более полумиллиона рублей. Впрочем, как уверяет известный критик Сергей Соседов в X-Factor, все намного проще. По словам критиков, такие проекты звезды идут вовсе не ради заработков. В первую очередь, многие преследуют цель поднять свой престиж и стать еще немного популярнее. Якобы и популярные ведущие певицы приходится довольствоваться лишь этим. Екатерине Гориной приходится оправдываться за свою попытку побега с телепроекта, потому в социальных сетях девушка Артура Николычука утверждает, что она не была пьяной в тот момент. По словам Кати, она просто не спала сутки и в какой-то момент почувствовала себя фриком Дома 2. Виноват во всем Влад Кадони, после общения с которым у Гориной сдали нервы, и она собрала вещи и пыталась сбежать с телестройки. Напрасно Катя не хочет занять нишу фрика на проекте, что и рекомендовал ей сделать Влад Кадони. Амплуа фрика сейчас как раз свободна на реалити-шоу, ведь не секрет для зрителей, что именно те, кого считают фриками, стали самыми запоминающимися участниками, начиная с Венцислава Венгоржановского и Николая Должанского. По крайней мере, Горина сейчас в оправданиях предпочитает отнекиваться от тех рек горячительного, которые льются на поляне, и под воздействием которых ночные эфиры превращаются в череду неадекватных выходок участников. Или Катя Горина уверена, что в паре с Артуром они станут известными артистами реалити-шоу за счет сценок и выяснения отношений. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.